как очень просто сделать чистящие дезинфицирующие гелеобразное средство которое как говорят убивать все микробы на повал из обычной картошки и золы сделать его очень просто понадобится только три ингредиента это зола вода и картошка в начале из золы делаем щелок о том как делать его я подробно уже снимал своем видео на канале можете посмотреть это такая жидкость которая обладает отбеливающим эффектом можно его использовать и как отбеливатель и как дезинфицирующие средства также можно из него делать мыло ну и много что другое а я в прошлом году попробовал сделать из угольной золы и у меня практически не получилось ничего он очень очень слабый а вот из древесной золы причем неважно сосновая или или лиственных пород или также из травы любой травы получается очень хороший щелок теперь надо мелко измельчить картофель используя любой доступный вам способ ну например я воспользуюсь обычной теркой для этого как это делали старинку выше можете использовать любой другой например кто-то использует использует например соковыжималку другие электро мясорубку и так далее помним чем меньше мы измельчим картофель тем больше крахмала мы получим то есть цель добыть крахмал из картофеля поэтому естественно лучше всего использовать такие сорта картофеля в котором больше всего крахмала заливаем холодной водой помним именно холодный не горячий не кипятком иначе ничего не получится и немножко картошку как бы выжимаем если это делаем таким образом таким же способом как сделал я мы стараемся хорошо перемешать картошку в воде теперь надо отделить картошку от крахмалистой жидкости ну и вот последний этап остался после чего будем делать наше супер средство надо будет какое-то время подождать чтобы крахмала сел теперь аккуратненько сливаем водичку теперь крахмал я перелью кофеварку я сейчас покажу вам что получится небольшом объеме это щелок такой он прозрачный когда получится щелок холодный но естественно крахмал тоже разводился в холодной воде теперь ставим на огонь поставив на огонь я часто перемешиваю почему же лучше делать так а не наоборот например почему лучше не залить кипятком тогда образуются комочки помаленьку начинается посмотрите уже становится густее вот вам сказать все сварили вот что получилось вот теперь это надо перелить куда где мы можем воспользоваться этим средством вот получилась интересная жидкость получилось очень густое чистящие средства причем мы сами можем контролировать густоту данного средства с помощью крахмала изменяя пропорции например если нам нужно средства такой густоты чтобы залить бутылочку кстати очень удобно пользоваться такими бутылочками заливаешь сюда данное средство да и пользуешься средства как говорится почти бесплатно и сделать может каждый как наверно заметили делается очень просто и самое хорошее это то что она практически все оттирает даже въевшуюся грязь въевшиеся какие-то пятна жир то есть то что очень сложно отмыть оттереть обычными средствами если средства получилось например как у меня слишком густое в таком случае можно добавить щелок хорошо перемешать и добиться такой густоты которая вам нужно сделать пожиже а Продолжение следует...